Обращение 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 Но более того, в первый год президентства Зеленского удавалось и продвигаться в этом направлении. Помните, тогда Сурков и Козак подписывали разные протоколы, идущие в направлении московской интерпретации Минск-Союзной. Но все это было сформано. Я считаю, что президентом впервые Зеленский стал не в мае 2019 года, а в декабре, вернее 9 декабря в Париже, где он отверг подготовленный ему такой капитулянский проект. И вот с тех пор этот проект столкнулся с очень серьезным сопротивлением, и наконец Путин понял, что Украина не капитулирует и не поддастся. Сегодня он это понял окончательно. Ведь он же еще до последнего дня требовал. Макрошка его бегал, у него как мальчик на побегушках прибегал к Зеленскому, потом сообщал, и Шольц сообщал, что вроде бы Зеленский ему что-то обещал. Он сражался за этот инструмент до последнего. Ну, наверное, у него есть все-таки специалисты по Украине, тот же Козак. Нам с вами, например, ясно, что этого никогда не прошло. Во-первых, Зеленский никогда бы этого не подписал, а если бы он подписал, то его бы очень быстро смели. Ну, невозможно это. В Украине сформировалось гражданское общество, сопротивляющее агрессии. Ну, теперь он будет прибегать к другим, может быть, более жестким требуемым методам. Но мне кажется, что вот эта ясность, наступившая в отношениях, понимаете, Украина сопротивлялась, но вынуждена была вот участвовать в какой-то фальшивой игре, притворяться, что якобы Минские соглашения – это разговор о возвращении ее территориальной целостности. Нет, Путин никогда не навевался отказаться от власти в Орду. Это разговор был о присоединении Украины в Орду. Вот этот период восьмилетний кончился. Что будет дальше? Какими другими методами он будет добиваться лишения украинской? Вы сегодня, наверное, по долгу службы, как-то краем глаза и уха слушали его выступление, но он повторил все эти идеологемы о том, что нет ни украинского государства, нет украинского народа и так далее. Так что от Украины он никогда не отстанет. Но, по крайней мере, будет ясная картина. Москва оккупировала и Крым, и Донбасс. Вот враг оккупировал две наших территории. Пытается продвигаться дальше. Вот это ясная картина, а не вот эта фальшивая ситуация с Минскими соглашениями. Она, мне кажется, предпочтительна для консолидации общества. Он же не просто человек, сидящий там на мешке с 240 миллиардов. Он великий собиратель русских земель. Ну, понимаете, скорее всего, он не решится на полномасштабное вторжение. Ну, даже в России выяснилось, что этому сопротивляется и большинство общества, и даже военные профессионалы. И вот у него нет сценария полномасштабной войны, поколения Украины. И выбили из рук вот этот сценарий присоединения к Ордову. Но ему что-то нужно продемонстрировать своему окружению, пацанскому, самому себе, через пропаганду, что-то внушить народу, какие-то великие достижения. Повторить, вот, может быть, это ему не удастся, но он хочет повторить Крымский синдром. И смотрите, как энергично он действует. И вчера за два дня две аннексии. Ну, вчера, согласитесь, что это была фактически аннексия Белоруссии. Было вдруг объявлено, что российские войска, пришедшие сюда для совместного учения, никогда оттуда не уйдут. Сегодня он аннексировал Ордову. Вот как-то это единым пакетом будет представлено. Вот тут у него же такие магические цифры играют роль в его действиях. 2022 год – это столетие Советского Союза. Советский Союз, не знаю, раньше мы в школе это проходили, поэтому я помню. 20 декабря 2022 года. Кстати, было четыре республики – Белоруссия, Украина, там за Кавказской. Вот он хочет что-то ромейка сделать такой. Вот эти процессы. Вот у него есть такое. Вся Белоруссия, кусочек Украины. Это часть их проекта русского мира. Они же не просто воры. У них есть некая, если хотите, такая, ну, откровенная фашистская идеология. Вот он ей руководствуется в своих действиях. Сейчас важно, я думаю, вот сейчас важно, ближайшее, я жду, вот здесь, какая будет реакция Запада. И Боррель сказал, будет санкция, еще даже более важную вещь, что никакой встречи, саммита трех, Макрон, Путин. Но это только Боррель. Да. А важно, что американцы скажут. Потому что, ну, я, я так, в общем-то, уверен, я об этом говорил на всех каналах. И вы это видели, что американская позиция, она очень изменилась в сторону поддержки Украины последние, там, две-три недели. Если там, помните, с чего мы начинали встречу с Женевой? Это была просто капитуляция Байна, например, с Путиным. Он по его указке просто говорил, что Минские соглашения, единственный инструмент и так далее. Вот, сейчас совершенно другая позиция Америки. И я уверен, да, ну, я просто хочу это услышать, что, а, никакой не будет встречи Путина, Байдена, да я думаю, что и Блинкин не будет встречаться с Лавровым. Им же ясно сказалось, что встречи будут, если не будет агрессии. Ну, это же откровеннейшая агрессия. До сегодняшнего дня Россия считала это территорией Украины, которую она как бы помогает воссоединить с основной частью украинского государства. Сегодня это всем ясно, что это оккупированная территория, оккупированная Россия территория. Такой же статус, как и Крым у нее. Так что я надеюсь на санкции. Ну, может быть, не все так называемые адские, адские приберегут и для случая военные очевидные экскавации, которые, опять же, повторю, не стоит исключать. Ведь параллельно с этими документами в Донбассе продолжается вот этот классический глеевец. Нам все время подсовывают какие-то фейковые видео, фейковых пленных для того, чтобы оправдать отражение Москвой. Очень веерный сценарий. И, кстати, обратите внимание, как этот спектакль был поставлен. Там каждый актер знал свою роль. И разные люди озвучили совершенно разные сценарии. Он говорил о том, что нужно признавать в границах Донецкой и Луганской области. Нарышкин как бы нечаянно проговорился, а на самом деле все это было продумано, что он выступает за включение ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации. Ну и, наконец, последняя роль была такого салдафона-идиота, но он блестяще выполнил золото, который вдруг заорал, что в России нет границ с Украиной. Есть границы с Америкой. И это все Америка контролирует. Поэтому на признание ДНР границы нельзя, надо идти дальше, вперед. Вот весь веер возможности Путин продемонстрировал. Теперь он будет наблюдать за американской реакцией. Вот все-таки меня как-то щемит, как бы очередная глупость. Уже даже встреча Блинкина с Лавровым будет глупостью в этой ситуации. Ну, подождем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!